Вот, она, конечно, оказалась в шоке, потому что придётся ей именно вместе находиться в одной комнате и ещё плюс спать на одной кровати. Она прозрела, но прекрасно она понимала, что она ничего не сможет сделать, потому что действительно всего лишь одна комната. И получается, что он же, типа, её муж, так что тут уже никуда деваться, хотя, конечно, ей было очень страшно. Вот, ну, пришлось ей всё-таки идти вместе с ним в ту комнату. Зашли в неё в эту комнату, очень, конечно, была хорошая просторная комната, вот, была большая кровать, камин, ну, как всегда, всё очень было так именно комфортно. Вот, и он же, конечно же, сразу же попросил, чтобы сделали ему ванную, чтобы принесли воду, вот, потому что, так понимаю, что в каждой комнате у них были, типа, бали, типа, в таком вот варианте. Вот, и слуги, короче, типа, что обязательно, да, принесут, типа, горячей воды, вот, как раз они принесли воду, вот, вылили, короче, в эту же балию. Вот, и она в шоке, и она не может понять, что ей делать, потому что она всё-таки как-то, вот, не хотелось ей, чтобы, во-первых, что эта балия, да, вот, ванна, она не, не было ни штор, ничего не было, просто сплошная, вот, именно, как говорится, ванна, да, и просто, что она бы её увидела бы голова, и как бы она бы сидела бы и наблюдала, как он умоется. Она этого не хотела, и не знала, что делать, и куда смотреть, и куда бежать, и через окно, или выбегать сразу из комнаты, и что делать, она не знала. Она стояла просто ступором, и не могла определиться, что, что сейчас произойдёт. Он, конечно же, такой, как увидел, он же, давай будем снимать вот эту всю одежду, которая пропахла навозом. Вот, и сразу ещё плюсы, позвал ещё прислуг, типа, сказал, что у вас есть где-то, чтобы можно было попить чаю. Вот, он, да, есть, конечно, а то он говорит, что, типа, ну, говорит Эли, что ты можешь идти, вот, если ты меня стесняешься, боишься, и ты себя некомфортно чувствуешь. Потом же он такой был, без комплекса, я так понимаю. Вот, можешь пойти пока попить чай, пока я не помоюсь. Вот, она была счастлива, довольная, выскочила оттуда пулей, вот. Ну, он, конечно же, короче, там делать свои дела, она пошла же пить чай. Она ещё надеялась, она очень была голодная, потому что она утром ничего не кушала, всё-таки она надеялась, что поедет же в Лондон, что всё-таки на пароходе покушать, и всё будет отлично. Ну, так как получилось, что нет, вот, была сильно голодная, думала, что, когда будут давать чай, вот, то может ещё плюс, и дадут печенье. Ну, оказалось, что никакого печенья не дали, просто дали один чай. Вот, она сидела, пила вот этот чай, и потом как-то вот попила чай возле, и ещё плюс возле камина она пригрелась, и так вот немножко и задремала. Тут, короче, она услышала, что две барышни зашли именно тоже в этот зал, и тоже были в шоке, типа, что так прям немножко испугались, потому что думали, что здесь никого нет, а тут именно сидела Элис. Элис такая быстренько, типа, раздуплилась, и, типа, что не переживайте, сейчас уже тоже буду уходить, потому что она уже там пробила целый час. Она уже надеялась, что всё-таки Маркус уже там помылся, и всё отлично, всё хорошо. Вот, и плюс она увидела на столике лежит нож для масла. Вот, она увидела этот нож и решила, короче, спрятать его у себя, чтобы, если вдруг будет Маркус, типа, к ней приставать, типа, что у неё есть защита, что есть у неё нож. О, сделала на этот нож и, короче, убежала в комнату. Она сначала, конечно же, когда подошла в комнату, она боялась её открыть, потому что она ещё не знала, помылся он, не помылся, что, как. Она постучала и, давай открывать дверь, смотрит и просто поражается. Она просто-напросто не поняла, куда она зашла, потому что, когда она его увидела, она прозрела тем, что стоял молодой, красивый, высокий, мускулистый. Молодой парень. И ещё плюс он побрился, и, как увидела ещё плюс его черты лица, ну, короче, всё, она потухла. У неё до речи, короче, пропал, у неё уже, как говорится, слюни побежали. Вот, и она такая стоит и не может, и увидела его синие глаза. И просто она не знала, куда себя деть. И сразу такая, я извиняюсь, я случайно сюда попала? А вот тут он говорит, Эли, заходи. Она сразу поняла, что да. Она всё-таки сюда попала, когда она увидела его уже выкупанным, уже он плохо не пах. Вот, и плюс ещё выбрился. Вообще, просто она, просто, она была в шоке. И она не могла просто, ну, насмотреться на него. И, понятное дело, что ещё хуже стало, потому что, капец, вот, и боялась вообще ложиться в ту кровать. И он говорит, так, давай, типа, ещё сделаем в таком плане, что пусть ещё принесут тоже, вызвали служанок, типа, пусть ещё тоже принесут воду, и ты тоже, типа, принимешь душ. Она, типа, хотела сказать, что не нужно, потому что она не хотела, чтобы он находился в комнате, она будет мыться, понимаете. Она же этого, к тому же, ну, сильно очень боялась. Вот, но тут же пришли служанки, и начали, как его увидели, всё, у них тоже всё не побежали. Ну, прям, прям, красавец, бог, мужчина, всё. Короче, женский пол прям падал на колени, и молились, боже, возьмите меня, возьмите меня. В таком вот положении, знаете, вот такое вот состояние, ощущение. Потому что всех сразу служанок, глаза загорелись, и они на неё вообще не смотрели. Они смотрели на него, и только, что, а что вам ещё нужно, а что вам ещё нужно, знаете, вот именно в таком вот плане. Просто вот, хотели какого-то вот от него внимания. Он, типа, что говорит, так, ладно, пусть, типа, что ты купайся, я выйду, пойду прогуляюсь. Вот, и как раз ещё посмотрю, как там именно лошадей, там нормально покормили, и всё отлично. И он вышел. Вот, она, конечно же, с облегчённостью решила, что всё, слава богу, его пока нет, можно нормально, спокойно покупаться. Конечно же, служанки остались, и начали её там раздевать. Она, конечно же, была в шоке, я говорю, только ещё, ну, типа, что... И просто никогда в жизни такого не было, она себя не ощущала, что она тут прям какая-то вот богачка, да, чтобы её там раздевали. Такое ощущение, что как-то раздевают, как младенца. Она как-то так вот стояла, но она ничего не говорила, вот, служанки её раздели, и тут, хопа, выпадает этот нож, все такие в шоке. Она, ой, извините, а я думаю, где этот нож, где этот нож, я его прям искала, оказывается, он был у меня. Ну, короче, я выбрахалась, короче. Вот, ну, её же тут же в эту ванну посадили, именно что тоже с ароматом лаванды вода была, ну, особенно с моим любимым ароматом, я уже просто представил, я уже чуть ли не задыхнулся от того, что я только представил, вот, ароматы эти. Вот, и начали тоже, типа, мыть её, там, и голову мыть, и так дальше, и начали, короче, обсуждать, типа, её мужа, потому что все думали, что это её, типа, муж, и, ну, она уже молчала, потому что она понимала прекрасно, какой он может ей быть мужем, потому что он с ней говорил, и говорил, что ты же понимаешь, что если я тебя уже купил, то не означает, что ты моя жена, и я твой муж. Вот, ты, если, типа, ты не переживай, я тебе в обиду не дам, и мы поедем, типа, в Шотландию, типа, в моё поместье, и ты будешь у меня, типа, этой домоправительницей. Вот, она очень обрадовалась, что, слава Богу, что, ну, что, слава Богу, ну, то, что он всё-таки её возьмёт себе, и она будет у него работать, вот, она насобирает денег, и всё-таки она уедет в Лондон, потому что она очень сильно хотела в Лондоне жить и работать, и так дальше. Вот, и они начали обсуждать его, что, боже, такой прям шикарный мужчина, боже, я, типа, что её там начали расспрашивать, какой он там в сексе, там, наверное, просто жеребец, и то туда-сюда, у неё там прям большие глаза, а она что, сама по себе целка, она же вообще в шоке от этого всего. А эти же служанки по барабану, что она, да, что рядом между собой, короче, общается, рассказывает, вот, и там, типа, говорит, да, мы думали сначала, типа, что, на что он на вас позарился, такая вы худая, но когда мы на вас посмотрели, он, типа, уже в голом виде, да, у вас и формы, у вас и грудь, то есть всё, короче, мы теперь понимаем, почему он, типа, вас любит, типа, в таком положении. И начали, типа, рассуждать то, что, ну, вы же, типа, он же там, наверное, вы же знаете, что, типа, что мужчины любят, ну, боже, это так неприлично будет сейчас звучать, ну, типа, что, боже, это так будет неприлично. Ну, короче, сосать конфетку, вот, типа, ну, грудь имею в виду я, вот, она тоже в шоке, она прозрела, ну, другая служанка говорит, ну, вы же ещё плюс понимаете, что плюс мужчины и не только это любят, плюс ещё любят, когда и им тоже сосут конфетку. Она ещё больше прозрела, она уже просто молчала, она уже ничего не говорила, она уже просто, она просто, я думаю, господи, побыстрее бы уже помыться, побыстрее бы, чтобы они уже ушли и чтобы её больше уже никто не трогал. Ну, тут, короче, когда она уже помылась, её уже там и начали расчесали уже, типа, сделали ей там прическу, ну, просто, я же говорю, как прям бариня была. Вот, одели её в шикарную белую накрахмаленную ночнушку, всё, и тут уже, типа, выходите, да, вы очень, типа, они говорят, вы очень сильно устали, да, вы сейчас, конечно же, ложитесь, вот, и они сразу её тоже в постель положили, прям накрыли одеялом, вот, вы пока отдыхайте, потому что у вас такой муж, что вам, типа, что вам целую ночь будет не до сна. Вот такие, я же говорю, служанки такие, ещё те профуры. Вот, она, короче, ничего не сказала, она лягла, думает, господи, уходите уже побыстрее, потому что она вообще смутилась, она даже этого не хотела даже представлять, что что-то может, что-то произойти. Вот, она держала этот нож в руках и думала, так, что бы так делать, и вроде и хочется и спать, и боится спать, потому что прекрасно понимает, что он, когда придёт, он уже отжижет возле неё, она уже не знает, что делать, но она решила, короче, этот нож спрятать под подушку, ей как-то вот стало с этим легче, она ещё плюс думает, нож возле меня, значит, всё отлично, можно отдыхать и можно спать. Ну, короче, она засыпает, тут он вышел, ну, пришёл уже из конюшни, вот, решил ещё выпить пару стаканов виски, вот, и потом думает, уже прошло уже больше полтора часа, он, ну, думает, что уже всё нормально, думаю, ну, надо уже идти обратно. Стучит, и никто ничего не отзывается, он открывает дверь и видит, что Силет, типа Элис, что она уже в кровати, что она уже спит. Он, он, короче, я же тоже давай раздеваться, и понятно, что он такой, что он привык спать голым, но хотя я понял, что там мужчины, вообще у мужчин не было никакого нижнего белья, я так понимаю, что они никогда его не носили, они только носили штаны, и на этом всё, а нижнего белья не было. И он, типа, что такой сидит, типа, что он всегда, ну, типа, думает, что делать, потому что он привык всегда спать голым, вот, а ему что-то не очень так сильно хотелось спать в штанах, ну, если, я думаю, если спать в штанах, Значит, понятное дело, что все-таки у них нижнего белья нет. Но он, короче, думает, да, не собираюсь я все равно к ней приставать. И, во-первых, что она на своем отделении кровати спит. Я буду на этой части кровати спать. И все будет отлично. Короче, она раздевается наголо и ложится, короче, спать. Тут утром она уже просыпается. И прекрасно понимает, что сзади нее дышит теплый воздух. И она прекрасно понимает, что все-таки он возле нее спит. Она, короче, просыпается, такая вот и прокидается, встает. И давай уже одеваться. Но она даже не знала. Ну, она когда увидела его голый торс, потому что он же наполовину был раскрыт. Она просто, опять же, глаза горели. И она уже что-то там себе представляла. Хотя, опять, она не имела права. И так дальше. Ну, короче, бурная фантазия у нее пошла. И тут, когда он тоже уже проснулся, увидел ее. Говорит, что уже проснулись. Она, да, уже проснулась. Ну, говорит, сейчас мы покушаем и будем рушать дальше. Он такой, короче, встает, снимает себя, это аж покрывало. И, короче, он себе ходит по комнате наголо. Она просто-напросто прозрела. Она в шоке. Она говорит, боже, он со мной спал голым. Как? Что? Еще плюс он себе ходит голым и не смущается ее. Она просто-напросто прозрела. Она посмотрела на его ягодицы. Там просто тоже уже все, уже тоже слюни побежали у нее бедной. Ой, боже, аж прям мне ее жалко стало бедненько. Я думаю, господи, то уже закрой глаза или что, или обернись уже. Или в камин смотри, или в окно смотри. Нет, она втупилась. Главное, что возмущается, но все равно смотрит на него, как он там себе ходит и разгуливает. Понимаете? Вот. А она еще плюс в руках держала нож. Она говорит, и что это мы держим? Что ты, типа, что вы боялись? Что я к вам буду приставать? Типа, это ваша защита? Она, типа, не знает, что сказать. Ну, типа, и да, и нет. И не знает, что вообще сказать. Она вообще забыла, что она в руках нож держала. Вот. Потому что она же его увидела голым. Все, там уже какие там ножи и что прочее. Вот. Она говорит, я вас спрошу, пожалуйста, оденьтесь. Она говорит, что ты переживаешь? Сейчас я оденусь. Я же говорю, он такой был тоже без комплекса. Ему вообще было по барабану. Ну, смотри, что смотри себе на здоровье. Ну, вот. Она такая, короче, он такой, типа, с кармана достает кинжал. Именно тоже кинжал был у него, типа, и с чехлом. И говорит, зачем вам вот этот нож? Вот, нате, держите вам мой нож, именно, вот, кинжал. Вот. И вы будете намного спокойнее. Вот этот действительно нож будет более как защита. Потому что кинжал, все-таки есть кинжал, чем обычный нож для масла. Вот. Она просто прозрела, когда она увидела, что весь именно вот этот кинжал в камнях. Она, боже, он, наверное, такой уже прям в драгоценности. Он говорит, нет, он просто в камнях и просто именно в кожу, именно сделанный под кожу. И на этом все. Такой прям какой-то вот сильной драгоценности он не имел. Но он, конечно же, очень красиво этот кинжал смотрелся. И когда она открылась от кинжала, он действительно, как посмотрел на этот нож, она сразу поняла, что он действительно прав, что вот именно кинжал, это действительно уже ее защита. Он надеялся, все, они пошли покушали. И, короче, решили дальше уже ехать. И тут же такая уже сильная заметель. И плюс это же пони, эта лошадь небольшая. И плюс он же тоже постоянно подгонял, потому что лошадь не хотела идти. Ну, короче, тоже уже тут и сумерки, и что уже делать. И очень далеко ехать еще к следующему селу. Тут он смотрит, что где-то возле леса где-то идет дым. Ну, и они решили, короче, свернуть в лес и пройти, посмотреть, может, там есть какой-то, значит, дом. Потому что если там где-то есть дым, значит, все-таки где-то еще можно будет переночевать. Потому что он прекрасно понимал, что к следующему селу они не доедут. И плюс метет, и заметает полностью. И просто-напросто они замерзнут, и никуда не доедут. Едут они туда и смотрят, что действительно небольшой, такой вот очень сильно, такой вот прям бедненький домик. И также и конюшня была тоже такая вот бедненькая. Вот, и она говорит, может, давайте мы сюда не будем ехать. Вы же понимаете, что это аж не отель, это аж ничего подобного, это аж просто люди. И вдруг они не захотят брать, мы же чужие для них люди. И вдруг у них нету места. Она начала уже там, понимаете, уже так, чтобы именно сюда не ехать. Она говорит, что ты переживаешь, все будет отлично. Мы же не просто туда поедем и просто покушаем, переночуем и уедем. Я, конечно же, заплачу за все, будет все отлично. Я думаю, что им не помешают лишние деньги. Особенно, когда он посмотрел на дом, что уже полуразваленный, и что там требуется очень конкретный ремонт. Он говорит, что деньги не помешают. Она сразу так и разозлилась, типа на него. Что вы считаете, что если у вас есть денег, тогда можно все купить. Типа если он решил над ней поиздеваться. Ну я же что, вас купил. Ей это еще больше разозлило. Ну короче, там немножко они поскандалили. Ну и ничего, он ее же не слушал. Все, зашли они в этот дом. И как раз вышел мужчина. Типа что и так и так. Что случилось? Они типа сказали, что можно у вас переночевать. Он сразу сказал, что у нас нету места. У него и так много типа жильцов. Ну в таком плане, что он жена и плюс еще двое детей. И небольшой дом, нету никаких отдельных комнат. Вот. И он говорит, что я вам заплатю. И если вот, если я вот, я аж посмотрел. И вот я вижу, что вам тут надо и крышу сделать. И двери поменять. И окна поменять. И укрепить ваш дом. Вот. Я говорю, я вам очень хорошо заплатю. Ну просто, что нужно переночевать. Потому что мы в следующее село не доедем. Но он, короче, согласился. Все. Они зашли в дом. И как раз жена уже тоже накрыла стол. Вот. Ну как накрыла стол? Просто, что они очень бедно жили. То она там приготовила рагу. То вот я как раз ей предложила, если хотите, рагу. Так, конечно же, они согласились. Ну вот. Посмотрели, что действительно небольшая комнатка. И плюс стояла одна всего лишь кровать. Сразу Маркус, давай смотреть, где они будут спать. Смотрят, что возле камина лежит ковер. Думают, слава богу, хоть будем на ковру мы спать. Вот. И тут, короче, они же покушали все. И именно что Элиса решила еще плюс хозяйке помочь ее поубирать. Потому что она, как всегда, не считала, что она какая-то тут богачка. Потому что, опять же, она едет к нему не как жена, а едет как именно работник. И, да, вот, считается, что он ее, типа, как хозяин. И тут ничего такого нету страшного. Она и наоборот хотела помочь хозяйке, потому что видела, что хозяйка такая была уже замученная. И дети, и хозяйство как-то вот. Хотела все-таки тоже помочь и убрать со стола и так дальше. И плюс они как-то вот очень с ней начали общаться. Как-то вот именно немножко даже сдружились. Вот. Ну вот так как-то вот все хорошо произошло. И тут получается, что их и ложат спать на крыше. Ну именно, ну вы поняли меня. Именно, ну на крыше. Я думаю, ну на чердак, господи. Вот. А там на чердаку всегда спали дети. Вот. А они, типа, с мужем спали на этой кровати. Ну так получилось, что они четверо спали на кровати, а их и отправили на чердак. Вот. Опять же. Она сильно, опять же, не хотела идти на той чердак. Потому что прекрасно она понимала, что опять будет с ним. Она была в шоке. Но все-таки ей пришлось. Потому что все думали, что это муж и жена. И они же этому не признавались. Что да, муж и жена. Чтобы не было никаких там других взглядов. Хотя жена посмотрела на нее и подумала, что-то там и другое. Но она, типа, решила, бегом, типа, исправиться. Не дать виду, что, типа, это не муж и жена. Она, типа, все, все, мы пошли, пошли, пошли. Типа, в таком вот плане. Заходит она уже туда и понимает, что везде темно. Не понимает, куда идти. И очень боится, чтобы не наткнуться на него. Где он там лежит, что? Она начала, короче, карачкой идти. И искать именно, где там или кровать, или что-то. Мегоп, она налапала матрас. Она прекрасно поняла, что они будут спать на матрасе. Вот. И она нашла такое начупало место. Поняла, что его рядом здесь нет. И она легла на этом месте. Но она все-таки чувствовала, что где-то он тут рядом есть. Потому что, опять же, она ощущала тепло его тела. Она ощущала его вдохи, вздохи и так дальше. Короче, прям страшное это дело. Вот. И она легла. Конечно же, было не очень таки удобно. Потому что матрасы были такие, как ощущение, что на досках спишь. Вот. Но она как-то вот старалась все равно постараться заснуть. Хотя ей очень было страшно, потому что темно. И очень боялась, где он что там, чтобы там случайно к ней он не пристал. Вот. Ну, вот. И она вроде и заснула. Потому что она уже слышала, что он вроде тоже заснул. И она заснула. И тут ей снится, что она типа стоит и же на аукционе. И ее покупает же вот этот мясник, да. Который ей типа что за 18 песо. Ей снится типа, что он ее забрал к себе домой. И начал там, короче, над ней издеваться. Типа уже там, типа лезть уже в постель с ней. И, короче, она там, короче, вариску наделала. Боже, Маркус, короче, подхватился. Давай ее там будить. Не может разбудить, успокоиться. Она прям этим сном разбудила аж внизу хозяев. И дети начали плакать. Боже, короче, там, тарарам. Боже, она как проснулась. Боже, начала там просить прощение. Что, простите? Я не хотела. Это сон. Что все отлично, все хорошо. Никто ее не убивает. Все нормально. Он даже немножко испугался. Думаю, что случилось? Он, типа, спрашивает, что тебе снилось? Она такая решила промолчать, что ей приснилось. Говорит, все отлично, все хорошо. Вот. И, понятное дело, что все. Она уже не может заснуть, потому что ей очень неловко. Из-за того, что хозяева и дети пороснулись из-за ее сна. Потому что она кричала на всю катушку. Ну, получилось так, что он говорит, давай, типа, дай мне свою руку. Она говорит, не буду я давать свою руку. Ну, я тебя прошу, дай свою руку. Она дала свою руку. И он, короче, начался, типа, ее руку, типа, знаете, типа, массировать. Типа, вот, типа, вести пальцами по руке. Типа, вот, типа, ее немножко успокаивать. Вот. Ну, и, понятное дело, что мурашки потели. У нее уже там же искры уже с глаз сыпятся. Понятно. Вот. Очень ей приятно. Он ей говорит, почему, типа, зачем вы это делаете? Она спрашивает. Она говорит, я, у меня, говорит, сестричка. Он уже сказал, что у него есть две сестрички. Вот. И говорит, что когда у меня, скажем, младшая сестричка, она не хотела спать. Никогда не хотела. Вот именно ее нереально было вложить. И когда, типа, я ей делал, типа, вот такие вот движения, типа, по руке. Вот. И она очень моментально засыпала. Ей очень это нравилось. Вот. И так что, потому что это, типа, успокаивает и делает как-то более массаж и так дальше. И вот ей за это начало вот так делать. Она именно немножко успокоилась. И очень сильно приятно стало, что он очень любит своих сестер. Именно вот таким вот способом он, типа, убаюковал их. Короче, она просто расслабилась. Все. И потихоньку, конечно же, она заснула. На следующий день они же опять же собрались и решили уже дальше ехать. Доехали они уже к вечеру опять же в другую уже деревушку. Как раз уже тоже была таверна. Они зашли уже в ту таверну. И оказалось, что опять нету свободных отдельных комнат. Опять пришлось уже брать одну комнату. Ну, она уже была поспокойнее и уже по барабану. Уже два дня они были вместе в одной комнате. То за это она уже решила, что ничего страшного уже с этого не произойдет. Она уже как-то уже на это даже не обращала внимания. Вот. И там была хозяйка таверны. И когда она уже увидела Маркуса, хоть хозяйка уже была тоже такая прям где-то 50 с чем-то лет ей было. Но у нее уже глаза загорелись на Маркуса. Она уже прям так уже прям на него прям там смотрела не как на клиента, а как на добичу свою в таком вот роде. И ей было очень интересно, потому что она сразу сказала, что у меня очень пристойное заведение, без всяких тут этих. Дала понять, что без всяких шалостей, что она думала, что это какая-то шлюшка в таком плане. Но он когда написал, и сразу решила посмотреть Элис, как же он написал. И там написал, типа, свою фамилию, типа, что и имя, и также он написал и ее имя, и также его фамилию. И типа, что получалось, что жена и муж. Она так посмотрела, прям ей это так тепло стало, так приятно стало. Потому что он говорил, что никаких там, я не муж, ты мне не жена. И даже и речи не может быть в этом плане. Хотя он тоже не говорил, что он герцог. По поводу этого даже не говорил. Вот, и ей, конечно же, это стало приятно. И, короче, они там, опять же, покушали. Вот, также приняли ванну. И что интересно, что ей очень понравилось, что ванна была уже за навесами. И получалось так, что он был в комнате. Вот, и она себе спокойно за навесами посмотрела, что нигде не пересвещается, ничего не видно. Вот, и она спокойно мылась там, а он себе тоже находился в этой комнате. Она уже, как-то уже тоже, как-то более ей стало уже легче. Но он, бедненький, там сидел и представлял тоже свою картину. Как она раздевалась, как она там мылась и так дальше. Фантазия бурна у него. Вот, когда она уже вышла, уже именно в ночнушке, все, он типа, что видит, что он обувается. Говорит, а вы куда уходите? Говорит, так, я пойду еще пройдусь, вот, и вы себе ложитесь, а потом еще, типа, я потом тоже именно... Ну, короче, что-то там набрехал, короче, и ушел. Потому что, понятное дело, что он уже просто, у него фантазия бурная, он уже хотел бы там тоже быть уже вместе с ней в этой ванне. Вот, ну, она легла, все, и заснула. Тут он проснул, типа, он же тоже там пошел же пить виски. Там же эта хозяйка, там что-то глазами стреляла, стреляла, поняла, что результата никакого нету. Вот, он уже видит, что уже больше часа, и думает, что она уже заснула, так что можно идти спокойно и ему. Но он пошел, видит, что она уже спит, опять же, так же наголо разделся, так же уже лег, и на этом все. Тут уже еще ночь, все, уже, ну, уже, почти уже немножко сверкало, она уже открывает глаза и не может определиться, что такое, как-то ей очень тяжело, какое-то такое ощущение, что очень тяжелое одеяло. Она понимает прекрасно, что он ее обнял и свою ногу закинул на ее, на ее, типа, тело. Вот, и так он, короче, спал. Она, конечно же, сначала была в недоумении, ну, понятно, ей было это приятно, и она просто лежала, не шевелилась, и очень, ну, чтобы его не тронуть, чтобы он там не развернулся или не проснулся. Вот, и, ну, короче, опять же, тоже была там в мечтах и так дальше. Вот. И тут, короче, ей захотелось, он же просто так вот положил у нее эту же руку, все, и, короче, захотелось, она лежала, и, короче, вот, и руку она вот ему вот так вот делала, короче, понимаете. Вот такая прям скромняшка, страшное это дело. Вот, и, ну, она так и понимала, что он все равно спал, он сопел, все, и, ну, вот, именно ей так было очень хорошо и удобно. И потом, и эта рука, короче, убирается, и, короче, эта рука ложится ей на грудь. Вот. Она уже там прям, уже все, начала уже пилать, и уже все там, уже искривше с глаз сыпется, вот, уже слюньки побежали, как всегда, короче, без этого никак. Вот, и тут она ощущает, что что-то ей в одно место, что-то ей там прям все растет и растет. Она уже прям там уже прям, как говорится, испотела, и смокрела, и все прочее, короче. И что вы думаете, такая прям скромняшка-скромняшка, и начала, короче, его руку, начала прижимать к своей груди, и сама начала, короче, одним местом тереться об другое место. Короче, скромняшка, я вам хочу сказать, еще там. И тут, короче, она же тут уже, все уже, пошли уже охи-ахи-вздохи, и тут резко он такой вот просыпается, такой, типа, что вы делаете с таким, короче, этим? Она такая, сразу такая резко, типа, ничего, типа, что она спит? Она, типа, не шевелится, ничего, она, типа, спит. Он, типа, и сразу, типа, что Элис, Элис, она, типа, не отвечает, типа, все, спит, хотя, боже, она испугалась очень сильно. Но она, типа, дала понять, что, типа, ничего она не делала, все, этот, она себе спит. И тут, короче, он, типа, что, никаких этих, вы, вы такая вот скромняга-скромняга, а тут вы ко мне, типа, начали приставать, И начинается Он, короче, её развернул к себе Вот, что это только что было И там начинаются, короче, разборки Вот Она такая, это нет, всё нормально Так, мои хорошие В следующем видео увидимся